2004 год. Состоялось второе путинское венчание на президентство, которое очень напоминало парад юнкеров на Соборной площади Кремля перед Александром Третьим из фильма «Сибирский цирюльник». Фильм «Сибирский цирюльник» как раз получил госпремию. Там, правда, глава государства въезжал в Кремль на белом коне. А в этот раз въехал на Черном Мерине. 2024 год. Россияне посмотрели пятую инаугурацию деда. Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. И сериал «ГДР», рассказывающий о подвиге разведчика во время разрушения Берлинской стены. В Берлине сейчас разброд в шатане. Политбюро «ГДР» в растерянности. На кого ставить? На нас или на запад? Хорошее время. Ловить рыбку в морской воде. Нужен кто-то с уникальным опытом. В Кремле всегда высоко ценили мощь влияния фильмов и сериалов на сознание глубинного народа. И никогда не жалели денег на кинопропаганду. Общая сумма в 2024 году составила 16 миллиардов 190 миллионов рублей. Это почти на 2 миллиарда больше, чем в 2023. Из всех искусств важнейшим для нас является кино. Ну, кто из нас не помнит эту легендарную фразу Ленина? Давайте откроем матрешку и сделаем обзор новинок российского кинематографа. Которые создавались с единственной целью. Вложить в голову каждого жителя болот путинскую версию правды о сегодняшних событиях. Сериал «ГДР». Эта шпионская драма транслирует исключительно удобный для Кремля взгляд на историю. Смелые советские агенты госбезопасности спасают мир от хаоса, который непременно начнется, если западные спецслужбы завладеют архивами штази. Сотрудники 12-го отдела не только занимаются зарубежной прессой, но еще наблюдением за иностранными гражданами на территории СССР. Создатели как бы намекают, чтобы понять, почему происходит сегодняшний передел мироустройства, необходимо заглянуть в самое начало европейского кризиса. А это 1989 год, Берлин, разрушение стены, начало конца совка. Укрушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. В центре сюжета Михаил Горбачев, безвольный, жалкий и недальновидный лидер с трусящимися руками, которого водят за нос все, кому не лень. От Раисы Максимовны и Эдуарда Шеварнадзе до Рональда Рейгана и Гельмута Коля. Рай, ну что ты молчишь, а? Ну, как тебе мое интервью? Миша, все четко и все по делу. Да? А по-моему, не очень. Ельцин в 1989 изображен неуклюжим стариком, который оправдывает собственный алкоголизм, рассуждает о великой России и бедах народа. А между тем, экономика СССР приближается к коллапсу. Дефицит бюджета 35% валового продукта. Заводы, понимаешь, закрываются. В магазинах шаром покатить. Людям жрать нечего. А это летчик Матиас Руст, который оказывается в своем легкомоторном самолете, приземлившемся под носом у спецслужб на Москворецком мосту, вез в СССР чемодан с биологическим оружием. Самолет сбивать нельзя. Собьете самолет, активируйте вирус. Также героями сериала стали нечеловеческие жестокие агенты ЦРУ и аморальные западные журналисты. Им противостоит Александр Нечаев, доблестный разведчик, недвусмысленно отсылающий к мифологизированному образу Владимира Путина времен службы в Дрездене. Люди настроены очень агрессивно, и Путина приходится применить все свои умения убеждать. У вас было оружие? У меня нетабельное оружие было, конечно. Сериал «ГДР» предлагает российскому зрителю все, что тот любит. Кучу конспирологических теорий вместо фактов, всем понятные округом враги и наши чекисты молодцы. Едем в отделение, там тебе устроят террористический массаж. Нет, нет, нет. Да отпусти, отпусти. Ладно. Ну вот так бы и сразу. И вообще, перестройку придумал весьма сомнительный тип. И после нее началась какая-то непонятная свобода, а значит хаос. И все это, конечно же, основано на реальных событиях. В зале был слепой, только он прозрел, чтобы посмотреть этот фильм. Сериал «2022». Сценарий для этой кинопропаганды писал наемник из батальона Сомали Ренат Есиналиев. В ней снимались так называемые военкоры Семен Пегов и Павел Чуприна. А съемочной площадкой выступил разрушенный российскими военными Мариуполь. Своим делом озвучиваю свою позицию. Вот. Для меня это было прежде всего. То есть есть тема, что это тема позиционная, а то, что даже если это получилось или получится, что-то... Ну так себе. С сюжетом россияне не заморачивались. Главный герой Данила родом из Крыма. Учится на журфаке и имеет пропутинскую позицию. Его девушка Алиса – прогрессивная барышня из небедной семьи. Когда начинается война, отношения молодых людей портятся. Данил сопровождает Алису на антивоенный митинг для ее безопасности. Там его снимают на камеру, запись попадает в сеть и на парня обрушиваются проблемы. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Конечно же, у Данилы еще и брата ранили. Ну да, какой же русский и без брата? Брат. Тут еще и Алиса изменила с другом-либералом. Одним словом, у Данилы остается только одно решение – ехать на войну. Брат, скоро увидимся, я еду к вам. А Алиса, использовав связи их общего друга-мажора, тоже едет на фронт, чтобы найти своего возлюбленного и по возможности образумить его. Короче, у бати есть кореш-депутат, который еще неделю назад все прочухал и уехал воевать на СВО. У него там куча связей, если кто поможет нам найти Данил, так это он. Дальше все, как в любом вечернем Соловьеве. Российские военные сплошь благородные рыцари, которые без веской причины пули не потратят. И сплошь одни добровольцы. Ну не мучай, ребятенка. Вот сейчас этого сломаешь, и я хер знаю, какая-то нового из МГУ пришлют. Из МГУ нового точно не пришлют. Не, ну так-то я могу его в принципе и не учить. Ну просто он приживет чуть меньше. И российская журналистика этой херни нам с тобой не простит. Главные злодеи сериала – украинский батальон «Азов», бойцы которого показаны как беспощадные и беспринципные убийцы, которых хлебом не кормит, дай провести сатанинский обряд. Еще сериал показывает руины Мариуполя, но не объясняет, что произошло с городом. Пусть глубинный народ думает, что Мариуполь был разбомблен задолго до этих событий. Все ведь не так однозначно, да? И власть такая с народом в виде депутата Госдумы, который тоже типа воюет. Ну, с другой стороны, это пик карьеры питерского Казановы. Сыграть питерского депутата Милонова. Как говорится, Питер Питеру глаз не выколет. Покажем этим мамкиным сынкам, как мы тут воюем. На меня смотри. Покажем этим мамкиным сынкам, как мы тут воюем. И самое фееричное. Бойцы Азова отводят мирных украинцев в госпиталь. Прямо сейчас охватать детей и учительницу и бедите в больницу. В больнице там. В лекарне. По больнице орки бить не будут. Ну да, не будут. А ракетный удар по больнице в Мариуполе, который состоялся 9 марта 2022 года, это, конечно же, фейк. Произошел авиаудар невеликого от родильного дома. На данный момент оказываем помощь пораненым. Готовим их к эвакуации. Роддом города Мариуполе. По итогу на вопрос, зачем нужна эта война, сериал 2022 отвечает. Нужно бить первыми, пока не уничтожили Москву. Кто и почему должен был ее уничтожать, эти вопросы остались нераскрытыми. Здесь сложность, на мой взгляд, самая основная, заключается в том, что... Вот как правильно подать этот материал. Потому что я точно против оголотелого ура-матлеотизма, потому что, на мой взгляд, это не работает вообще. Не сработала и эта кинопропаганда. В неделю премьеры сериал 2022 занял аж 20-е место по количеству просмотров в городах Российской Федерации с населением выше 100 тысяч человек. Даже фрик-шоу «Экстрасенс и реванш» собрало гораздо больше зрителей. Что-то получается, что-то не очень. В современной мире это сложно сделать. Фильм «Позывной пассажир». При потраченных на производство 351 миллиона рублей, это кино собрало всего 131 миллион. В нем снялся целый отряд зет-ориентированных актеров. Антон Шагин, Сергей Горобченко, Владимир Стеклов и Саслан Фидаров, который вернулся на съемочную площадку прямо с войны. Саслан Фидаров сейчас? Это министр культуры Осетии. Какой я министр? У меня война, и свол, как бы, ребята. Коротко о сюжете. 2015 год. Москва. Успешный писатель Николай Рябинин празднует выход новой книги «Омары на Патриках». После чего он узнает, что его брат пропал без вести на Донбассе. Он же в Таиланде. Да нет, Коля. Он на Донбассе. Чего? Где? Там. На Донбассе. Подожди, что он там делает? Мам, пап, ну это глупо. Что он там делает? Николай отправляется на поиски брата и присоединяется к отряду сепаратистов. Никаких признаков войны в кадре. Чистые домики, обои в цветочек, на дворе пасутся куры. Работает библиотека, над ней развиваются флаги СССР. А библиотекарша нежно улыбается модному писателю уже в камуфляже с присвоенным позывным «пассажир». Только поддерживают это все немногие. Так, по деревне. Деревни пустуют, люди бегут. Ну, кто-то поддерживает нас, кто-то не поддержит. Не обошлось в этой кинопропаганде и без эпизодов, в которых жестокие бандеровцы подло убивают ребенка. Отойди, пацан. Ну, чем вам не отсылка к фейковой истории о распятом мальчике? Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика, футболки. Как Иисуса, на доску бьявления прибили. Один прибывал, двое держали. Но вернемся к Николаю Рябинину. Так и не найдя брата, о котором к финалу фильма все уже забыли, автор «Омаров на патриках» бежит, сверкая все столь же белыми кроссовками обратно на войну. Он больше не хочет ни «Омаров», ни «Патриков». Он хочет убивать украинцев. Кремлю нужно оправдать свои преступления. И легче всего это сделать именно через кино. На большой экран вышел новый фильм о событиях на Донбассе «Позывной пассажир». Боевые действия показаны глазами москвича, который никогда не держал в руках оружие и, в общем-то, не собирался воевать. В 2023-м фонд кино запустил стипендиальную программу для сценаристов. Стипендиаты будут работать над созданием патриотического кино, получая 150 тысяч рублей в месяц. Все, что от них требуется, это лепить нужную власти картинку из уже порядком затасканных пропагандистских тезисов. «Где вы были 8 лет?» «Аллея ангелов», «Лживый запад», «Нацисты» из Азова. Что касается российских продюсеров, то они растут как грибы. Видимо, под воздействием денежного дождя. Например, Татьяна Навка, жена Пескова, продюсирует фильм «Кумпарсита». О фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Ощущение, что ты чемпион. Это врожденное. А депутат Госдумы, певец и композитор Денис Майданов стал продюсером современного варианта ленты «Тимур и его команда». По сюжету школьники приезжают к бабушке в Белгородскую область и вычисляют украинских диверсантов. И это еще не самый бредовый из его сценариев. Как устроена оборона была у ВСУ. На первый этаж пятиэтажки загоняется боевая техника. На втором этаже завариваются в квартирах люди. На третьем этаже опять огневые точки. На четвертых опять мирные жители, которых заварили, в квартирах не выпускают. На пятом снайпер. Запланированы другие не менее захватывающие картины. Например, «Быстрее врага» с Милошем Биковичем в главной роли. Это история гонщика-мотоциклиста во время Второй мировой, который истреблял фашистские танки. Кстати, просто любопытно. Русские штурмовики, которые сейчас массово гибнут на таких же мотоциклах в полях Украины, в тизер попадут или не стоит расстраивать патриотов? Большинство актеров и большинство художников вообще хотят именно этого. Еще один кинокринж, который имеет все шансы выйти на большие экраны в РФ – «Ангелы Ладоги». Это история о парусных отрядах, курсирующих по дороге жизни во время блокады Ленинграда. В главной роли режиссер Александр Кот видит зет-патриота Михаила Ефремова. Как видите, российская киноиндустрия уверенно деградирует. Одни и те же темы, одни и те же лица. Одни и те же зомбированные зрители. Киношлака будет много. А вот кино не будет. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин